Знаете, когда я описала этот сценарий, я начала задумываться. Вот я собираю все факты, расставляю все по полочкам и начну я понимать. А в этом мире вообще кому-нибудь можно доверять? Люди манипулируют другими людьми, используют своих детей ради пиара. А знакомство в интернете — это вообще какая-то лотерея. Останешься ли ты в живых после того, как ты встретишься с этим человеком? Сегодня я хочу рассказать не о блогерах, не о знаменитостях. Сегодня я расскажу реальные истории реальных людей, которые пережили ад на земле. Ладно, давайте ближе к делу. Я Настя Джексон. Почти. Прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что если кто-то из вас столкнется с такой проблемой, как сессия, например, написание рефератов, курсовых, дипломных работ, то сайт зачете.ру вам с этим поможет, вы не переживаете. Ребята там ненормальные, бесплатно пишут вам планы для курсовых и прочих работ, а дальше вы уже сами выбираете, будете ли вы с ними работать. Если вам нужна дипломная работа, то презентацию и даже речь вы получите в подарок. Ну а если у вас есть сомнения по поводу работы, то не волнуйтесь, у ребят есть два месяца бесплатных правок. С вами будут просто до последнего работать, пока вы не получите оценку. Если что, то о своем опыте работы с сайтом зачете вам расскажут ребята на многих независимых сайтах. Отзывы, отзывы, смотрите, отзывы, например, на сайте права голоса. Также от меня будет промокод 10%, все ссылки, все-все в описании. Надеюсь, я многим помогла. Я уже очень много раз говорила, что детям не место в интернете, а именно родители не должны использовать своих детей ради славы, ради денег. Но знаете, детей использовали и до появления Инстаграма, Ютуба, был же телевизор. Один из самых диких случаев, связанных с детьми, произошел в Америке в 2009 году. Этот случай прозвали Балунбой, или Мальчик на воздушном шаре, если перевести. Шел 2009 год. Ученый-любитель решил поднять в небо свой летающий объект, похожий на НЛО. Это был его эксперимент. Он должен был быть на веревочке и висеть как бы над домом. Но что-то пошло не так, и шар улетел. Шар был достаточно большой, чтобы вы понимали. И вы только представьте, какой был ужас у отца, когда он понял, что внутри шара оказался один из его трех сыновей. Шестилетний Фалкон часто играл внутри этого шара. И так получилось, что никто не заметил, что, скорее всего, он оказался внутри, когда шар запустили. Семья была в ужасе. Они сразу начали звонить в федеральную авиацию. 911, везде. Просто можно послушать, как мать кричит от ужаса, что ее сын остался внутри, а шар уже улетел очень далеко. В то время шар уже поднялся на высоту 2100 метров. И по итогу он пролетит еще 80 километров. За этим следила вся Америка. Это было нереальное событие. Даже вот Шейн рассказывал, что он помнит, как это было, что они с мамой сидели у телевизора и каждый раз вздыхали, когда этот шар пролетал возле электропроводов. Когда шар стал снижаться, он находился недалеко от аэропорта, поэтому аэропорт закрыли. И тот момент, когда первый человек подбежал к шару, это было просто что-то нереальное, все смотрели с замиранием сердца, и когда открыли этот шар, то поняли, что внутри никого нет. Сначала люди подумали, что, может быть, он выпал, пока летел, потому что там очевидцы видели, что что-то отцепилось от шара, пока он летел. Но нет, оказалось, что мальчик прятался на чердаке. Как вы понимаете, из-за такой огромной популярности теперь уже, все внимание было приковано только к этой семье, только к этому мальчику. Всем было интересно, просто зачем он спрятался на чердаке. И произошло событие, точнее, это было одно слово, которое просто изменило судьбу всей семьи навсегда. Когда интервьюер спросил у мальчика, зачем он это сделал, он ответил вот что. Да, то есть ребенок просто сдал с потрохами своих родителей. Можно еще перевести это так, как мне сказали, чтобы я это сделал для виду. Там, для шоу, для виду, неважно, один и тот же перевод. Бедный ребенок так переживал, что его даже стошнило, пока он давал интервью. Он нервничал, и было видно, что ему не нравится врать, и просто нервничал. Ну, слушайте дальше. После этого родителей посадили на 90 дней отца, на 20 дней мать, за то, что они мешают, сейчас скажу, за то, что они обманули государственных служащих. Ну, представляете, целый аэропорт закрыли. Также семья выплатила 38 тысяч долларов штраф, и на этом все не закончилось. До сих пор, а прошло уже 11 лет, отец утверждает, что это было сделано не специально, и зачем ему бы это делать вообще? Зачем ему специально такие вещи делать? Нет, это было все случайно. И действительно, когда мы смотрим эти кадры, где родители просто в ужасе сознают, что происходит, я не думаю, что так можно сыграть. Либо они очень хорошие актеры, либо я не знаю что. Но тут я порылась. Насчет очень хорошей актеры. Давайте начнем с того, что отец и мать познакомились вместе, когда учились в актерской школе. Сам отец семейства был неудачливым актером и комиком. И он много раз участвовал во всяких шоу, там, жена на замену и всякое такое. А также он хотел открыть свое научно-любительское шоу. Даже название было. Научные детективы. Но ему отказали. Только представьте, он использовал своего сына, чтобы о нем заговорила вся Америка. Чтобы он думал, что он таким образом, я не знаю, распиарится и все-таки откроет его шоу. Я не знаю. Потому что я даже не представляю, на что он надеялся. Но пацанчик-то его сдал. Одно слово. Слушайте, а представьте, что бы было, если бы он сказал что-нибудь похлеще. Расскажи нам, пожалуйста, почему ты спрятался. Мой папа ест собак. Что ты сказал? Соседей. Блин, я на шуте. Твой папа ест собак соседей? Собак и соседей. Цех, и вообще у вас оставаться не вместе. Надо было давать компьютер. После этой истории вам захочется просто ударить экран от злости. Правда. Ну, выдержитесь. Эта история произошла тоже в Америке в 2002 году. Новогодняя ночь 2002 года. 13-летняя Алиша скрывает от своих родителей уже 8 месяцев, что она общается со своим одногодкой в интернете. И все бы ничего, мальчик предложил встретиться именно в новогоднюю ночь и подъехал к ее дому. Алиша встала со стола, сказала родителям, что она идет спать, она устала, родители ее отпустили. И сама Алиша выбежала на улицу. На мороз, на холод, встретить мальчика. И когда Алиша вышла на улицу, не успела ее интуиция заставить ее развернуться и пойти домой. Как она уже сидит в машине у какого-то мужика с завязанными руками. Они ехали 5 долгих часов в другой город. Он отвез ее к себе домой и привел в подвал. Он сказал Алише, что да, тебе сейчас будет тяжело и ничего, если ты будешь плакать. А когда он включил свет и Алиша увидела, что висит на стене... Тут все стало ясно. Он на... и п***л ее 4 дня. Алиша говорит, нет, я не думала, уб***т ли он меня. Я думала, когда же он меня уб***т. И она говорит, на четвертый день, когда я чувствовала, что сейчас это произойдет, вот-вот, потому что он ей признался, что у него появляются уже к ней чувства, привязанность, поэтому он не будет ее держать. Ее спасли. Пришла полиция и освободила девочку. И арестовала свиноматку. И, знаете, вы даже не поверите, как его нашли, потому что, ну вы представляете, родители были в шоке. Они отправили дочь спать, а она просто исчезла. Они ее искали все эти дни, развешивали плакаты и, как оказалось, эта свинья еще и транслировала все, что делает с Алишей в интернете, в прямом эфире. И один очевидец, скажем так, узнал Алишу с фотографии из плаката и обратился в полицию. Мир не без добрых людей. Смотрел он. Ну, понимаете. Свинью посадили на 17 лет, то есть, напоминаю, это было в 2002 году. Ну, и вот, если вы думаете, что самое страшное уже позади, ничего хуже не будет. Нет, во-первых, он уже вышел и поселился всего лишь в 16 километрах всего от родительского дома Алиши. И Алиша просто настолько боится и негодует по поводу этого, потому что она переживает, она боится. Ну, конечно, боится. Я вообще не представляю, как таких людей на пожизни не сажать. Я вообще не хочу ничего говорить про таких. Ладно, не будем критиковать закон. Всем понятно и так, что это неправильно. Так вот, почему я рассказала эту историю? Там еще есть продолжение, потому что. Меня поразило больше всего... Как я вообще узнала об Алише? Она пришла на интервью к Энтони Падила и рассказала свою историю. То есть, спустя вот 17 лет. Так вот, Алиша призналась, что когда она рассказывает свою историю, то многие люди говорят... Всего лишь 4 дня? Ну, типа... Ничего есть такого? Понимаете? Пять минут могут изменить вашу жизнь. Пять минут! Что уже говорить о 4 днях? Да как вообще вы смеете что-то говорить? Это еще не все. А что ты так часто на интервью ходишь? Вот она все это время рассказывала свою историю, делилась. Улыбаешься, ходишь на интервью. Ну, люди просто... Я даже не знаю, как это назвать. Завидуют жертве? Алло! Девушка-герой, который... После того, как она прошла через все это, еще приходится ей оправдываться вообще за свою жизнь. За то, что она улыбается. Вот так. Да, она ходит на интервью. Да, она улыбается. Она открыла свой сайт, где помогает другим девушкам. Да! Пусть что хочет, то и делает. Она имеет на это право. Она борец. Она показывает другим людям свой пример и говорит, что вот со мной приключилось, я не хочу, чтобы с вами такое приключилось. А люди еще смеют говорить, а почему ты не убежала? А почему ты его там не ударила? Ты не пробовала его ударить? И на этом мне очень понравился ответ одной женщины, которая пережила то же самое. В общем, она сказала, что вот вы думаете, что я бы никогда не оказалась в такой ситуации, и со мной бы такое никогда не произошло. Говорит, давайте начнем с мелочи. Вам что, никогда не втюхивали товар продавцы, который вы не хотите? Вами никогда не манипулировали? Вы никогда не делали что-то, что вы не хотите, чтобы понравиться другому парню? Вы никогда не сожалели ни о чем, что вы уже сделали? Все мы люди. А благодаря таким, которые рассказывают свою историю, благодаря этим женщинам, которые не побоялись, которые открыли фонды и так далее, мы набираемся опыта от других людей. И знаете, что еще я хочу добавить? Вот, наверняка вы все это и так знаете, но я на всякий случай скажу, что всегда верьте своей интуиции. Интуиция — это внутренний голос, который умнее, чем ваше сердце и ваши чувства. Просто у меня какое-то предчувствие. Серьезно, у тебя? Интуиция не пустяк, Джон. Это обработка данных столь быстрая, что разум ее не воспринимает. Эта история прям даст вам очень много времени на раздумие, потому что она и обучающая, и, как сказать, нестандартная. Ее рассказала одна девушка, которая работает в ночном магазине и ночью в 12 часов возвращалась домой. Ей всего 18 лет, но, как она объясняет, она выглядит намного меньше, чем ей есть на самом деле. И пока она ехала домой с работы, у нее закончился бензин. И она остановилась на заправке, чтобы заправиться, конечно же. Она вышла из машины и все сделала на месте, то есть не выходя никуда. В общем, оплатила бензин, все прошло нормально, ей пришло списывание на телефон. Когда она собиралась уже садиться в машину, она услышала по громкоговорителю, что кассир, который находится в магазине, говорит, что оплата не прошла. Он там находился один, конечно же, ночью. Ну, понятно. Девушка говорит, что нет, все прошло. Показывает телефон и показывает чек, как будто он увидит издалека. Типа, вот, у меня все прошло. Кассир снова говорит, нет, извините, зайдите, пожалуйста. Оплата не прошла, вы должны зайти ко мне. Она говорит, я проверяю еще раз чек, я проверяю еще раз списание и понимаю, что он врет. Девушка объяснила, что она бы ни за что не зашла к одинокому мужчине, не важно, что он сотрудник, да, не важно. Она видела, что он там один, ей мама сто раз говорила, чтобы она никогда не ходила к незнакомцам. И она просто развернулась и показала ему фах. Начала садиться уже в машину. И как только она это сделала, она услышала стуки в окно, в стекло, об стекло. То есть кассир начал уже судорожно стучать с такой дуре, что девушка уже повернулась и она увидела уже не то чтобы возмущение кассира, а она увидела у него в глазах уже какой-то страх. И пока она начала думать, что происходит, кассир схватил, значит, листок и успел написать на нем «Парень в твоей машине». Когда до девушки стало доходить и она развернулась посмотреть на заднее сидение, она увидела там какого-то непонятного чувака, похожего на наркотика. Она тут же развернулась и побежала к этому кассиру. Теперь он ей интересен. Она забежала к нему и они уже вместе начали смотреть камеру наблюдения и поняли, что парень сел к ней, когда она заправлялась и стояла спиной к машине. Ну то есть, да, приехала полиция и с этим всем разобрались. Я думаю, ей было очень стыдно, что она показывала факт, да, потом уже. Но вот оно что, она все правильно сделала. Понимаете? Мы-то с вами понимаем, когда уже знаем итог, что и девушка права, и парень-кассир тоже прав, потому что если бы он сказал в громкоговорителе эту фразу, да, «Парень в машине», мало ли что могло произойти. Может, он бы резко выбежал, там напал на нее или еще что-то. Они все правильно сделали. Вот в таких ситуациях ты не знаешь, а кто окажется положительным персонажем, кто отрицательным. А так мы живем. Ой, я старая бабуля, упала, не могу сказать. Так стоп, подумай. Подумай, что же здесь не так? Может, это вообще мужик переодетый. Откуда я знаю? Тетенька, я потерял свою маму. Помогите мне найти мою маму. Лена. А что если этот долбанный карлик? Откуда я могу заняться? Девушка, я вообще не отсюда. Покажьте мне дорогу. Я не знала, куда ехать. Это еще что? Ладно, здесь все ясно. Мы с вами прекрасно понимаем, кому я должна помочь. И что должно быть следующим моим шагом. По итогу я хочу сделать вывод, что да, людям стоит доверять. Есть хорошие люди. Доверять, но проверять. Я все-таки хочу верить, что в мире меньше плохих людей, а больше хороших. Да? Ну, ты-то знаешь, ты один из них. Ребят, я знаю, что такое возможно, поэтому я говорю, что если вы не подписаны, но смотрите мои видео, то не забудьте подписаться. Добьем уже эти 600 тысяч. Добьем. Че это за криминал тут? Добьем. Давайте дожмем. Дожмем тоже нельзя. 600 тысяч, короче. И помните, что ваш комментарий помогает развитию моего канала. Еще раз скажите, вам вообще нравятся такие видео, не связанные с блогерами, знаменитостями? Или вы даже не заметили, что здесь не было ни блогеров, ни знаменитостей? Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Там вообще 50 на 60, давайте, ой, 50 на 50. Ладно, все, все, не хочу, все. И вы поймете, все, что все же не перевелись, не перевелись, хорошие люди. Субтитры сделал DimaTorzok